Наш сегодняшний гость живет в Новосибирске, правда, еще несколько недель. А вообще, Унгака Питер Ангама – это акробат, который родился и учился в ремеслу в Кении. Однако в последние несколько лет он активно гастролирует. Жил в Америке долгое время, изучил почти все Штаты. На сцене новосибирского цирка он представит два акробатических номера. Сегодня мы говорим о цирке, об акробатике и о Кении. Вот как это все связано, прямо в ближайшее время узнаем. У нас в гостях сегодня акробат из Кении. Это Унгака Питер Ангама. А помогает нам переводить жонглер, цирковой артист, правильно говорю? Да, все верно. Влад Беляуэр. Скажите, пожалуйста, ребята, прежде всего, давайте-ка поздравим наших зрителей с Днем Народного Единства. Вот прямо я вас спрошу сейчас, Питер. С Днем Народного Единства. С Днем Народного Единства. Единства. Единствия. Единства. Да, все равно мы все едины, непобедимы, и это классно. Вы из Кении. Скажите, пожалуйста, как давно вы оттуда переехали? В Россию. Давно я... Сначала я иду в Америку, в другую страну. Так. А в Америке там, в Бельтам, как... Девять месяцев, потом прийду в другую страну, в другую страну туда. Не только в Америку, а потом в Россию. А в Кении вы где родились? Расскажите про вашу семью. Чем она занималась? Чем занимается? Почему вы пошли вообще работать в цирк? Потому что первый раз я маленький. Я вижу другую... Моя друг... Потом делить. Я очень нравится, как делить. Потом... Я тоже хочу делать как-то. Только я вижу... О, ты зло, как... Потом я очень хочу, надо. Потом я тоже иду. Репетирую. Потому что надо репетировать. Сначала репетирую, потом... О, больно, больно, больно. Потом думаю, как, надо еще или... Потом надо делать, как, надо еще репетировать. Потом я иду, я иду, репетирую, репетирую, репетирую. Потом тоже чуть-чуть, что можно, чуть-чуть, что можно. Потом делить, 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 потом... О, потом делить, чуть-чуть, что делить. Потом, о, я знаю, нормально. И вот когда вы поняли, что нормально, вы решили переехать и заниматься цирком вообще? Потом мне делить. Репетирую, репетирую много. потом потом сначала не другой страна сначала надо там дома делить акробатик там прежде чем выступать нужно сделать готовый номер и только он об этом и рассказывает что это очень долго что это очень трудно что нужно долго репетировать и это мы на манеже работаем пять минут а никто не знает что до этого мы можем пять-десять лет сидеть на 10 лет но это конечно грубо говоря но возможно все зависит от сложности номера но вот вам что больше всего нравилось делать в кении когда вы сказали много-много повторял повторял что больше всего нравилось сначала сначала репетировать нет не акробатик только body strong только тело готовил себя физически и ребят надо быть strong потом я виду как ребята делить акробатик смайлинг хаппи потом улыбаешься счастливый потом если я там я тоже знаю круто потом я знаю потом я хочу много репетирую много репетирую много больно много больно много репетирую потом больно чуть-чуть но потом смайл и все и все хорошо сначала как чуть-чуть меня скажи меня если больно надо смайл если не смайл потом очень много больно если репетирую потом смайл Так всегда. Ну что ж, давайте прямо сейчас немного поулыбаемся, прервемся ненадолго. Нашу беседу продолжим чуть позже, встречаемся в этой же студии. Как удержать на себе еще пять сильных акробатов? Как забраться на мачту длиной в пять метров без опоры? Знает наш сегодняшний гость акробат из Кении Унгака Питер Анмага. Или, как его называют в нашем новосибирском цирке, просто Питер. О жизни иностранца в Новосибирске смотрите прямо сейчас. Продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Питер и Влад, это артисты цирка. Питер так вообще уже много где побывал. Работал сначала в Кении, а потом после Кении, куда вы поехали? Вот первый город, куда вы поехали после Кении? Какой? После Кении я иду в Америку. Америка. Америка где конкретно? Америка Нот-Каролина. Нот-Каролина там, как у нас дома. Потом другой Нью-Йорк. Нью-Йорк там был чуть-чуть долго. Долго были в Нью-Йорке? Да, да. А почему? Там больше понравилось или что? Очень. Потому что у нас в фильме не совсем зависит от того, как понравилось. Долго это зависит от нашего контракта. В каждом городе, в каждой стране контракт разный. То есть, насколько мы подписали, настолько мы задерживаемся конкретно в каждом городе. А это зависит от вас? То есть, как артист решил, что я хочу здесь работать 10 месяцев? Это зависит не от артистов, это зависит от наших прокатчиков, от тех, кто везет, собственно, цирк. Он сам решает, насколько ему удобно в какой-то город, в какую-то страну. Вот, допустим, в Новосибирск мы приехали чуть больше, чем на месяц. Ага, ну то есть, так себе город, поэтому приехали так на месяц. А зато Нью-Йорк, там можно 9 месяцев побывать. Я поняла вас. День народного единства, отмечаемый сегодня, напоминаю. Питер, как вам в Нью-Йорке? Расскажите, что понравилось? Большой город, какие-то люди, может быть, есть любимые места, где вы любили бывать? Там у нас делят друг друга, как... У нас как люди. Люди? Потому что там есть много черных, как я. Только у нас поставление, номер, там нормально, хорошо, потому что делят африканские, делят там африканские, акробатики, дансы, другое. А, там... Из-за менталитета он там принимался лучше. Традиционный, там много людей нравится, надо еще, еще, еще. Потом, потом другое, другое, она, город. Потом, Америка, я был там, как 9 месяцев, вы сказали, да. Потом приду в Кению, иду в Кению. Опять в Кению вернулись? Да, потом в Кению. Кению там чуть-чуть, потом я иду в Нидерланд. В Нидерланд. Да, работа в парке, парк, работа. Работа в парке. То есть не в цирке, не на манеже, а именно в парке. Только в парке. Америка тоже парк. То есть вы там выступали, то есть не как вот какое-то большое помещение, как цирк и манеж, просто в определенные дни в парке выступление или что? Нет, я объясню сейчас. Так же парк, как развлечение идет. Там делается манеж. Люди так же ходят. И так же, да, выступления, так же, как в цирке, распланировано во сколько конкретно время. Все то же самое, просто это происходит на открытой площадке. У нас, ну, как под голубым небом, скажем так. А там понравилось вам в Нидерландах или же нет? Да, в Нидерландах, да. Да, потому что там тоже нравится. Потому что у нас много людей в Кене. Там было 6 недель. 6 недель всего лишь. 6 недель. 6 недель. В Кене. Опять в Кению. Прям тянет в Кению. Кене. Там работа, репетири, работа, там в Кене тоже репетири, репетири, репетири. То есть вы в Кене, когда возвращаетесь в Кене, вы там репетируете новые номера какие-то? Репетири всегда. Да. Мы репетируем в цирке, в принципе, всегда, потому что... То есть новые номера рождаются в цирке в самом? И в цирке даже не новые номера, вот те, которые мы работаем сейчас, их все равно нужно репетировать, потому что мы всегда должны быть в форме. В любом случае с формы, если мы ничего не будем делать, мы выйдем из формы. Мы приезжаем с контракта, у нас нет как такового то, что мы сидим вот так, нет работы, мы не работаем. У нас есть выходные, да, там мы можем 2-1 раз в неделю отдохнуть, но даже когда мы не работаем, мы должны репетировать, чтобы всегда быть в форме, потому что вдруг работа, контракт, а надо же ехать и показывать, что... А как это сделать, если ты не в форме? Да. Питер, скажите, вот вы побывали в разных городах, где, как вы говорите, много ваших людей, которым вы нравитесь, а в России, вот как принимают вас в России? Это восхищение, это типа, ой, что попало, наши тоже так могут, вот как вас принимают? Какие зрители в России, ваши ощущения? В России я очень нравится, цирк работа, потому что... It's different. Первый раз я веду цирк в России. Я нравятся люди, потому что очень нравится, как у нас делать акробатик, потому что придет, давай... Автографы берут у вас? Да, много. Фотографируются. Фотографируются, так. Да, много автографов туда. Сигнете. Сейчас я не хочу в другую страну, я хочу работать здесь, в России. Ух ты! Потому что я хочу, я, я, я очень нравится в России работа, потому что я очень веду другое трикс, как у меня нету. Он видит другую базовую школу трюков. А, то есть он учится у наших, да? Он учится, да, конечно, это идет обмен знаниями, то есть вот сейчас мы работаем вместе, мы чему-то учимся у ребят, ребята чему-то учатся у нас, у российской школы. Потому что в зависимости от страны трюки-то разные, это Европа, Россия, Африка, везде все по-разному. Своя техника какая-то, да? Питер, скажите, а вы уже успели погулять по Новосибирску? Вам понравилось у нас или нет? В Новосибирске я немного гуляю, потому что холодно. Холодно? Я так и знала, вот у тебя проблемы, холодно. Да, я немного холодно, только я первый раз придет, смотри, о, красиво, красиво, очень красиво. Только гуляй, не гуляй, потому что тоже не быстро гуляй так, надо. По-быстрому, да, добежал до студии Сурдетового канала, и хорошо. Спасибо большое, дорогие гости, что были сегодня у нас, рассказали много всего интересного. Напомню, в гостях у нас сегодня были жонглер Влад Беляуэр, он помогал нам сегодня переводить нашего кенийского артиста, акробата Унгака Питера Ангама. Спасибо большое, что пришли. И вам спасибо. Спасибо.